Давай, Бенас, давай. А я сейчас вам покажу, откуда был этот Слинзби. Откуда Слинзби, да? Молодец. Друзья, знаменательный момент. Я откладывал его очень долго. Я на этом аэродроме уже второй день. И до сих пор не дошел до Слинзби. И вот я его нос даже вижу. Я боюсь туда идти, потому что боюсь пропасть. Но Бенас нас ведет светлой дорогой. К светлому будущему. Ну, столько денег вложил. Можно же посмотреть, что купил. Да. Полсостояния, можно сказать. Я только... Ты снял, демонтировал. Да, да, да. Новый сделан, потому что там стекло такое... Like new. Все в такие вот буквочки, шмуквочки. Подкосы. Подкосы. Блин. Ну, круто. Ну, приборы мы поставим. Вообще не вопрос. Приборы уже есть. Уже есть. Все есть. Фюзеляж в этот прицеп вот так вот пошел. То есть чуть-чуть-чуть. Да, до миллиметров. Ну, все хорошо. Привезли без всяких поломов. Сам планер в очень-очень хорошем состоянии. Ну, чего не хватало. Это приборов. Этих пальцев. Они уже сделаны. Из 30 хагиаса. Из 30 хагиаса. Ну, по идее, они вот как раз из такой стали делаются. Это вообще можно ставить и сталь 20. Это не такие... Ну, да. Можно посчитать, сколько здесь площадь на средства. Здесь прикол в том, что вот когда крыло собрано, фюзеляж висит на вот этих двух точках. Ну, конечно, планер долго стоял. Я точно не знаю, но больше, чем 10 или 15 лет это было все пыль. Мы все почистили. Там немного ржавчины. Да, правильно сказал. Вот. Ну, почистили, с маслом смазали. Что еще? Что еще? Ну, эти будем поменять. Ремни родные. Да. Английские. Да. Вообще, ты кожа нет. Посмотри, как кожа. Ну, и кожи нету. Да, дефекты были только на ткани. Я уже сделал, приклеил все. А насчет дерева. Вот только вот одно место, это коробка. Вот где-то... О, здесь. Чуть-чуть отклеилось. Ну, это такая мелочь. Знаешь. Ну, мне кажется, тоже что-то. Даже мелочью назвать сложно. Это исчезающая величина. Блин, ткань какая хорошая. Да, да, да. Ну, можешь взглянуть внутрь. Да, да. Не знаю, будет ли видно. Ну, видно. Там целое счастье. Счастье идущее хвост. Да ты здесь жить можно. Я тут жить буду. Давай, Игорь, нять. Нет? Не будешь? Друзья, если очень холодно, например... Ночью можно спать туда ложиться. В этот фюзеляж. Вот прилетел на площадку, бац, и спишь. Вау. Вот здесь чуть-чуть нужно покрасить, потому что здесь не было тканей. Ну, это просто краска, ничего больше. Ну, состояние дерева, дереву 49-49 года. Да. 70 лет дереву, друзья, ну вот оно. Без проблем. И вот здесь заклеил, это было пробойно. Угу. Вот. Ну, нужно почистить эти... Ай! Старую регистрацию. Ой, ты на меня камеру доведи. Друзья, посмотрите. Одного из трех совладельцев части. Вот мы компания. Ой, Бена, Сарнас и я. И это, конечно, вот я вот... Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Мое! Какой кайф! И вообще невероятно. Как он будет летать с электрической лебедки, я вам скажу, это будет просто бомбино. Ну, и вот сюда все продумано. Вот, например, это обшивка, да? И видите, вот такое кольцо есть. И это сделано потому, что можно было вырезать и посмотреть, что внутри, а потом заклеить. Вот, чтобы... То есть состояние... Руль именно с того, да? Да, с этого планера. И на каждой детали вот такая табличка. Если поедете в музей, вы увидите там самолеты Первой мировой войны, это... Там увидят... Английские таблички. Огонь! А еще пойдем... Я вам покажу, откуда... Не-не-не. Слушай, я где-то 25 или 30 миров таких посмотрел. Да, смотрите. Это знаете что? Это рецепт... Каши? Цветов. Цветов? Да. А, это с каким цветом покрашен? Да, да. В кабине тот же. Вот, кокпит green, микс, 50 на 50. Надо брать... Вот такую краску. Да. И такую краску. И такую, и такую, и такую. Вот так вот. Ну, теплый ламповый звук. Табличка. Ага. Да. Да. Подкосы. Металлический. Алюминий. Да. Бомба. Вот, стабилизатор большой. Слушай, ну это все большое, то есть чувствуется площадь? Три с половиной метра, кажется, у нас есть такие самолеты, у которых крылья такого размаха, размаха. Ну, одно крыло. Ну, да, да, да. Тут так только стабилизатор. Ну, гигантская штуковина. А это, в общем-то, вот оно крыло. Да. Я двухметровый парень, вот я стою возле крыла. Маленький двухметровый парнишка рядом. Не, ну, это, слушай, а вот эти лоджементы ты все сделал, да? Да, да. Друзья, посмотрите, что Бенас сколько приложил труда, чтобы... Чертежи у тебя были какие-то, да, уже? Нет, я просто знал профиль, хорду, и все, и сделал. Человек умный. Хорда, профиль. Вот если в этом разбираешься, можно сделать такие вот... О, воздушные тормоза. О, какие тормоза. На веревочке? Ну, да. Ну, и класс. Ну, они, конечно, эффективность их сомнительная, но... Давай я открою, покажи. Там есть одна нервюра поломана, на правой стороне, кажется. А, вот, вижу я здесь вот, да? Вижу, вижу, да. Да, надо будет. Сломана нервюрка. Ничего, это все же... Да, да, да. Ремонтируется. А все остальное крепкое. Да. Раз, вот, вот она сломана нервюрка. И там внутри все покрашено этим лаком, все сделано, чтобы влага... Пшивочка. ...не испортила. А-а-а! Бомба! Какой элеронич, друзья, посмотрите. Какой лапоть, я бы так сказал. Да, и все хорошо, там никаких люфтов, ничего. Слушай, да действительно прям жестко. Да. Эллиптическое крыло. Слушай, теперь, честно говоря, кстати, после этого Слинсби уже кажется, что А2 делать смысла нет. Англичане просто, ну, Слинсби, когда делал этот планер, он взял крыло от Грунол Беби, просто увеличил его, и все. Ну, получилось очень красиво. Да. И сама эстетика, о, здесь эти как раз дырочки сделаны для того, чтобы водичка... Да, очень хорошо, их много. Это вентиляция. Может быть, потому этот планер и нужен. И сохранился, да? Да, сохранился, потому что хорошая вентиляция, там влага, ну, не... Влага не застревает, да? Да, да, да. Ну, конечно, размер впечатляет, то есть, это такой вот... Слушай, а как по весу, сколько крыло это? Не очень тяжелое? Нет, вдвоем можно поставить. Так оно массивно выглядит, что кажется, что не поднять, но... Не-не-не-не, нормально. А это что за штука? Это берфельки. Мы же... А, в прошлый раз снимали. В прошлый раз, да, снимали. Точно, было уже... Тоже пустим в сервис. Ай, какой кайф, какая вообще... Ну, мы чистили его, но надо еще... Ну, понятно, да, что это. Ну, действительно, его не надо, не перетягивать, ничего. На нем можно летать. Нет, пока не очень в хорошем состоянии. Бомба. Ой, Бенас, я тебе завидую. Ты первым же на нем полетишь. Пока я буду гнить в этой Франции, в Альпах, ты спокойно возьмешь и полетишь на этой красавице. Как назовем? Английский... Это кличка. С лизби? Нет, нет, это называют его баржей. Баржей? Баржей. Ну, нет, не пойдет. Не пойдет. Некоторые литовцы называют буфет. Тоже не пойдет. Тоже не пойдет. Ну, надо подумать. Вот твой планер жар-птица. Жар-птица, все. Друзья, это вот то, на чем я сейчас летаю на соревнованиях, SF-27. Жар-птица. Ну, я все, согласился, потому что, тем более, уже даже рассветку придумали. Да, я посмотрел так, ну, такой нос и, ну, планер с энергии. У меня сразу жар-птица. Отлично. А вот это название, кто придумает название, на котором, которое будет у этого планера, с нас, что, дадим полет? Да? Ну... Покатаем? Да, покатаем, конечно, но только насчет названия, я думаю... Не, мы подумаем, а вы подсказываете варианты. И если вдруг вы придумаете раньше, чем мы, то... И нам подойдет. И нам подойдет, то у нас полет на такой штуковине. Без проблем. А что я хотел сказать, Игорь, будем рисовать эту... Знаешь, на самолетах Второй мировой войны, там на... Сбитые? Не-не-не-не. На носу бывали там женщины полуголые. А-а-а! Слушай, классная идея. Это называется пинап. Пинап? Да. Только, не знаю, женщину полуголую. Мужчина? Нет. Это фу! Подумаем, подумаем. Да, ну, в принципе, вот... А, слушай, я сейчас был на выставке, и там была на старинном планере нарисована действительно очень красивая женщина. Да. Вот это... Вот что-то в этом роде подойдет. Не, не обязательно женщина. Там бывает, знаешь, Дональд Дак какой-нибудь еще. Ну, надо посмотреть. Да, да, да. Вполне, вполне возможно. И, может быть, как-то с именем будет будущим коллегировать. Потому что планер, ну, второй, скажем так, второй мировой войны. Войны, да. На него эти кадеты учились, на этих планерах. Вот, ну, он мне как-то связан вот... И вот это вот все как-то по-английски выглядит. Не знаю, вот я вот смотрю, у меня ощущение, вот точно английский планер. Как-то лодочка, летающая лодочка. Да, да, да. Его баржей называли. Летающая лодочка с Клинсби. Ну, отлично. Как это? Ну что, глупоглазуемые любители летных видов спорта, мы осмотрели... Осмотрели, я имел участие осмотреть планер, который только что купили... Ну, как только что, недавно купили. И я при восторге от того, что на нем, ну, не потенциально, реально придется летать. Да-да. Да, так что... Немножко времени. Ждите. Нужно подождать этого сертификата. Да. Бюрократия. Да, бюрократия. Погубит этот мир. И все, будем летать. И мало того, еще на лебедке, возможно, на электрической. Так же, как вчера до Джога седунули. Да. До новых встреч, Губок Жайб, любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Э-э-э-э-э-э-э. Красота ведь. Погореем. Редактор субтитров А.Семкин